Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архандела. И это 105-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материал четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Мы живем в мире, где общение как никогда легко, но, как это ни парадоксально, как никогда не востребовано. Нас связывают мобильные телефоны, нас связывают мессенджеры. Однако это же нас и разъединяет, и очень хорошо это стало ясно в ковидную эпоху локдаунов. В интернете и по телефону мы вдруг поняли, не видно микромимики, не чувствуется запаха, не так видно реакцию человека, потому что и так сигнал запаздывает. Не видно мгновенной реакции, причем не видно ее мгновенно. В общем, малейшая деталь может быть неправильно истолкована, воспринята в штыки. Люди не понимают друг друга, и понимание вообще – это редкость. Хорошая коммуникация – это редкость. И вот сегодняшнюю историю, которую мы прочитаем, это история о том, как Иисус устраняет наши проблемы с коммуникацией. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 9 главу, с 27 по 34 стихи. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давида». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал, «Поверь вашей, да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя Бесовского. Иисус действует в мире, пораженном коммуникационными болезнями. Кто же нуждается в исцелении? Четыре группы людей описывает Матфея, и все эти четыре группы нуждаются в исцелении. Не только слепые и немые. Ну, конечно, начнем с них. В исцелении нуждаются те, кто не может верно воспринимать информацию. Слепые. Американский режиссер Тейлор Хекфорд снял фильм о слепом музыканте Рэй Чарзи, который в юности все время боялся, что его будут обманывать. Он слепой. И поэтому зарплату он просил выдавать однодолларовыми купюрами, чтобы никто не обманул его. Слепота была для него причиной не доверять миру. Слепого каждый может обмануть. Не отсутствие света, а отсутствие надежности беспокоит слепого, хотя очевидно, что зрение не гарантирует отсутствие обмана. Действительно, Рэй Чарльза предавали даже друзья, близкие друзья, и это показывается в фильме. Слепой, кстати, вынужден доверять только тем, кто не вступает с ним в отношения. У меня есть друг слабовидящий, который говорит, что на вокзале очень легко ориентироваться по чужим разговорам. Обязательно кто-нибудь скажет, а вот он наш поезд на Москву, с третьего пути пойдем на третий. Ну, значит, надо идти за этими людьми, то есть на третий путь. Ну и так далее. И вот слепые не доверяют обычно людям, потому что знают, что лучше доверять тем, с кем не вступаешь в отношения. Но вот этим слепым почему-то внушил доверие Иисус. Вера действительно открывает некий новый мир и новое царство, небесный мир, в котором доверяешь и миру, и людям, не потому что не видишь в них зла, а потому что видишь того, кто выше зла, кто выше самого этого мира. И вот эти слепые следовали за ним, кричали, приступили. Кричали, кстати, мессианскую формулу. Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Мессия, царь нового мира. Все в мире зависит от его милости. Помилуй, исцели. То есть помашь елеем, этимология этого слова такова. Сними с нас заслуженное наказание. Помилование. Просят те, кто осужден справедливо. То есть они говорили тем самым о своей греховности, потому что в помиловании нуждаются преступники. Каждый человек жаждет, чтобы его увидели, каков он есть, какая он яркая личность, центр вселенной, богоподобный. Почему не видят во мне люди богоподобие? Почему видят только то, что я толстый и ворчливый? Почему видят мои внешние слабости, а не внутреннюю мощь? Почему, кстати, я в других вижу не центр вселенной, а комбинацию из трех факторов. Биологии, экономики и культуры. Каким странным образом вот эти слепые входят, вламываются в дом Иисуса. Так сильно было их желание прозреть. И Бог может это желание удовлетворить. Он увидит нас и помилует. Но Иисус задает им вопрос. Не отнесешь этот вопрос к разряду стандартных. Слепые опешили, они кричали, а тут веруете ли? Они могут только сказать ей, Господи. Ну, знаете, вот бывает так. Ты кричишь, Господи, Господи. А Бог вдруг тихо тебя так спрашивает. А ты действительно веришь? И ты говоришь, ну, как сказать? Верую, Господи, помоги моему неверию. Как в другом месте написано. Но вот они исцелились. Иисус им говорит. Не рассказывайте. Никому они разгласили. Вот тоже мне слепые. Коммуникационные нарушения. Ведь не глухие же. Могли бы и послушаться. Тот, кто долгое время лишен возможности потреблять информацию, желает донести ее до других, скажет мне кто-нибудь. Но, ребята, они вышли тут же. Не стали учениками. Как это возможно, я думаю, я. Убежали. Вместо того, чтобы слушать и учиться, начали трындеть сами. Это проблема многих новообращенных. Они много говорят, да мало слушают. Вот Иисус приказывает им держать чудо в тайне. И не объясняет, почему. Это сейчас не очень-то очевидно. Но какая разница, что твой благодетель о чем-то просит? Может быть, он не хочет накликать на себя беду, а ярость завистников уже разгорается. Может быть, он хочет, чтобы люди сами догадались о чем-то без чудес. Да это не важно. Ну, попросили тебя. Ну, сделай ты такую малость. Ну, помолчи. Подержи ты язык за зубами. Благо, теперь у тебя есть зрение. Ну, займись ты рассматриванием мира божьего. Так ведь нет. Удивительное чудо прозрения граничит с удивительным чудом человеческого легкомыслия и непослушания. И здесь урок первый. Даже если ты имеешь истинную и дерзновенную веру и испытал Божье исцеляющее прикосновение, то знай, послушание важнее. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Слушаться Бога важнее, чем заваливать его постами и молитвами. Сатана постится всю жизнь и нередко беседует с Богом. Вообще не спит, много работает. У сатаны самая большая в мире церковь. Много последователей ему служат. Отдают ему свои деньги, кстати. Но он не послушан Богу. В нем нет смирения и послушания. Так что же отличает нас порою от сатаны? Только смирение и послушание Богу. Для полного исцеления слепых нужно послушание. И эту коммуникационную проблему должны устранить мы сами. Второе. В исцелении нуждаются те, кто не может верно передать информацию. Вот привели немого бесноватого. Почему-то он не мог сам идти. Почему-то его привели. Видимо, потому что был еще и одержим. Буквальное значение. Он был бесчувственный. То есть, глухонемы отрезаны от мира. Они не только недополучают информацию, но и не могут ее передать людям без специальной подготовки. Поэтому глухонемы чаще других образуют преступные группировки. Ну, кстати, они не любят, когда их называют глухонемыми. Они глухие. Они могут говорить-то, в принципе. И многих учат сейчас говорить. Но все равно они вынуждены жить параллельной жизнью. И вот этот человек бесчувственный стал говорить. Почему-то даже не описано само чудо. Для Матфея и первых читателей это даже само собой разумеется. Если к Иисусу привели в чем-то физически ущербного человека, чудо обязательно произойдет. Даже и неинтересно об этом писать. Человек бесчувственный вдруг заговорил. Ему не запрещали. Да и как запретить тому, кто много лет молчал? Вот если Христос возвращает чувства, то об этом надо говорить. Как наркоман впервые за многие годы после исцеления видит, что небо-то голубое. И радуется этому, как ребенок. Но, строго говоря, ведь он не получил ничего сверхъестественного. Он вернулся к норме. Он же не стал волшебником. А если ты вернулся к норме, то этого будет мало. Для полноты исцеления нужен еще Иисус Христос. Как в притче про семь злейших бесов. Потому что все может вернуться. И глухота, и немота, и нарушение коммуникации, и утрата веры. Если рядом не будет Иисуса. Поэтому, если вы вдруг научились говорить об Иисусе, получили образование, или вдруг открылся у вас дар Божий. Не уходите от Иисуса. Слишком много сегодня проповедников ушли от него. Третья категория. В исцелении нуждаются те, кто не может верно применить информацию. Вот люди, которые привели к нему человека немого бесноватого. А дальше, удивляясь, говорили, никогда не бывало такого явления в Израиле. То есть, народ явил собой совершенно иную болезнь, связанную с информацией. Они были не в состоянии правильно проанализировать информацию и применить ее. Ну, действительно, вот парадокс наш. Дома становятся все больше, а семьи по количеству все меньше. У нас больше удобств, но все меньше времени. Больше ученых степеней, но меньше здравого смысла. Больше знаний, но меньше способности к трезвому суждению. Больше специалистов, но еще больше проблем. Больше лекарств, но меньше здоровья. Долгий путь до Луны преодолен, до Марса преодолен и обратно. Но нам самим сложно перейти улицу, чтобы встретиться с новым соседом. Мы создали компьютеры для хранения и копирования огромных объемов информации. Но стали меньше общаться друг с другом. Большое количество людей, полных, высокого роста, акселерация. Но нравственность, уровень нравственности ужасающе снижается. Много людей с высокими доходами, но с мелочными отношениями. Привели немого, увидели чудо, изумлялись. Как недоверчивый ученый вновь и вновь ставит один и тот же эксперимент. Работает, надо же. Давай-ка еще. Как ребенок восхищается компьютером. Но настает время, когда нужно уже не просто удивляться компьютеру. Не просто играть. А надо уже работать. Зарабатывать деньги. Да и разве не было чудес в Израиле? Любой мог открыть тонах, прочитать о десятках случаев чудес. Но то в книжке, скажете вы, а тут мы своими глазами видим чудо. От этого наступает шок. Испуг. Так отец молодой, много читавший о родах. В присутствии рожающей жены вдруг впадает в панику и истерику. И не знает, что делать. Так молодой специалист с красным дипломом впадает в панику. При первой же нестандартной ситуации на производстве. Так бывает. Человек, утвердившийся в теории, пугается практики. Боится сделать следующий шаг от теории к практике. Они читали о Мессии, что он будет открывать глаза слепым и делать людей здоровыми. Они даже проэкспериментировали, но не пошли дальше. В этом их главная проблема. И здесь третий урок. Если вы имеете верную информацию о Боге из Библии, и даже сами неоднократно убеждались в истинности написанного, то знайте, надо двигаться дальше. Надо двигаться в церковь его. От мира теории идти к практике. Ну и четвертая категория. Людей в исцелении нуждаются те, кто не хотят верно интерпретировать информацию. То есть склонны искажать верную информацию. Религиозная зависть. Объявить делом дьявола все то, что не можешь повторить. Фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя Бесовского. Вот вам две противоположности. Как цвет перламутра. Из двух нераздельных оттенков. Какого-то такого неуловимого цвета. Фарисей не только видит Бога там, где есть лишь зло. Но и видит зло там, где есть Бог. Фарисейство полагает, что отобрать у человека и отдать Богу хорошо. Пусть даже человек родная мать. Помните? Карван. То есть дар Богу то, чем бы ты, родитель, от меня пользовался. Фарисейство полагает, что Бог способен отобрать у человека здоровье, чтобы покарать его родителей. Помните? Ну Иоанна. Кто согрешил? Он или родители его? Девятая глава Иоанна. И тут фарисейством уже болели ученики. Фарисейство полагает, что убить человека ради защиты Бога хорошо. Многие это во времена Иисуса пытались сделать. Да и сейчас пытаются. Фарисей видит зло в выздоровлении, если здоровье дано не по его рецепту с его подписью. Озлобленная обидчивость. Кощумственная, конечно. Исцеляемая одним. Надо научиться радоваться чужой радости. Совет тут один. Покаяться. И попытаться все-таки воспринять чужую радость как свою. При виде счастливых христиан атеист будет скрежетать зубами и пытаться их лечить. Или просто равнодушно пожмет плечами и отойдет. Но в сердце свое эту радость он не пустит. На атеиста похожи и угрюмые, и подозрительные христиане. Они все время ноют. Их никто не любит. У них нет друзей. И они выносят вердикт. Все вы от сатаны. Пойду искать истинную церковь. В кавычках, конечно. А Бог призывает угрюмых. Радуйтесь. Четвертый урок здесь. Даже если тебе кажется, что прав только ты, это еще не означает, что ты на самом деле прав. Для полного исцеления угрюмого верующего нужно попросить Бога и попытаться самому порадоваться чужому счастью, а не как фарисеи вести себя. Возрадуйся о счастье других людей, и твое горе станет меньше. Можно прямо сегодня в молитве сказать, Господи, я благодарю, что у такого-то брата или у такой-то сестры все в жизни хорошо. Как я рад за нее или за него. Итак, если Иисус вернул тебе способность видеть, учись послушанию Ему. Учись ходить по Его путям. Если Иисус вернул тебе способность слышать и говорить, учись общению с Ним. Если Иисус открыл тебе истину, не забудь перейти от теории к практике. Если Иисус или Его ученики раздражают тебя, сделай малость. Не беги от радости. Истинные отношения невозможны без правильной коммуникации. Христос исцеляет наши недопонимания, выстраивает верную коммуникацию. Но только тогда, когда мы сами этого хотим. Этого я вам от всей души желаю. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мир. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok